Друзья мои, добрый день! С вами Нина Кусман, и никуда я не пропала, а я нахожусь в Санкт-Петербурге. И по заявкам моих любимых друзей и подписчиков, сегодня у нас тематический выпуск. А посвящён он всем причастным к университету, академии и институту, каким он теперь опять является, Институт культуры Санкт-Петербургский, ранее Ленинградский государственный. Более того, причастных не только к институту, но тем, кто проживал, либо гостил в общежитии студенческом на Смирнова-9, теперь Ланское шоссе-9. Проезжала я время от времени мимо, и появилась у меня задумка пройтись от метро, либо от остановки автобусов нашим обычным путём через этот маленький скверик. Ну что ж, сквер пришлось обойти, потому что здесь теперь закрытая детская площадка. Я не покидала Санкт-Петербург надолго, поэтому мне кажется, что ничего вокруг и не изменилось. А вы прогуляйтесь вместе с нами и составьте своё собственное мнение. Наш курс в этом году отметил 35-летие со дня окончания института. Итак, мы уже на месте. Спорт-площадку облагородили уже достаточно давно. Здесь наши парни играли в футбол. Добавила несколько ностальгических старых-старых фотографий. Продолжение следует... Как видим, здание повзрослело вместе с нами. В здании спорткомплекса теперь занимается кафедра хореографии. Ну а во двор между нашими общежитиями старым и новым теперь уже просто так не войти и не посидеть на скамейке в сквере. А здание старого общежития сейчас представляет из себя учебный корпус. Друзья мои, конечно, конец ноября не самое красивое время для прогулок по Санкт-Петербургу. Но я выбрала для вас самый солнечный день. Завтра уже начинается календарная зима. Я отправляю вам горячий-горячий привет из солнечного Санкт-Петербурга во все стороны света, где вы терпеливо ждали, когда же я, наконец, доберусь до этих двух корпусов на Смирнова 9, которые стали для нас на 5 лет теплым, уютным домом. Субтитры сделал DimaTorzok